Ты ему тогда говорил, СП нажимали. Блять, это же сатаник в Авроре. Это пиздец. Охуеть. Да ладно. Бля, гол смореть. Там сатаник в Авроре. Бля. Да не, вы врёте нахуй. Я не верю. Пиздец, да ладно. Сатаник в Авроре будет? Бля. Гол смореть. Бля, гол смореть. Это пиздец. Да ну нахуй. Сатаник в Авроре? Бля. До сих пор. Я с ума сойдущий, я нахуй 20 минут уже это читаю. Просто капсом сидят, блядь, ебай, там сатаник в оброре, блядь. Как будто бы, блядь, я не знаю, Иисус Христос, блядь, воскрес. Ну, я пойду покушаю, давайте одну игру посмотрим. Если будет вообще неинтересно, то как пойдет. Бля, вы прикиньте, сатаник в оброре. Так, сейчас посмотрим. На морфе еще, ебаный, блядь. А прикиньте, 23 Северс настолько хуевый, но одновременно настолько удачливый, что он играл всегда в самой сильной команде. И даже несмотря на то, что он тянул ее на дно, они что-то все равно выигрывали. Сейчас к ним придет сатаник, и у них пелена с глаз упадет. Они такие, ебать. То есть можно настолько легко побеждать, если у тебя на керре не долбоек. Monkey King F.P. для, так сказать, человека, который всю жизнь играл на нем. Знаете, что меня удивляет? Выбор суппортов от Авроры. Дизраптор Вивер. Вот это вот что-то вообще... Ну, я понимаю логику Вивера. Это герой, который контрпик Бэтрайдер. То есть, по сути, они не хотят, чтобы пятерка Бэт имел хорошую игру. И взяли Вивера. Блин, ну как будто бы у Авроры пик поприкольней. Конечно, кстати, я вообще хоть раз видел, чтобы он, блядь, на Monkey King проигрывал. Честно? Хочется на Аврору поставить. Но, блядь, боюсь, потому что въебал... Нахуя я на ВП ставил, сука? Сань, проебался и отправил анонимно. Ник Эйрдай. Но уже не помню, за что забанили. Ты написал, Саня, уебан, забаньте меня. У тебя забанили. Ладно, это смешно. Кстати, вот они пикнули панга в Тимбиро. Но, очевидно, типа, это, бля, пиздецкий фримачер для Тимбиро. Но, наверное, типа, они очень хотели... Ну, просто я бы не сказал, что здесь хорошая игра для панга. Очень хорошо, конечно, все по Крепстату у Аллана. Прям вообще супер себя чувствует. Нашел себе Пупит. Ой-ой-ой, Оли прилетает. Сейчас будут нападать. Так, увидел Кристаллиса. Заряжается пассивка. Кристаллиса возвращают. Пошли жуки от Кью. Джабс вот далеко только. Прилетает Рубик. Оли. Оли-оли-оли-оли-оли-оли-оли-оли-оли-оли-оли-оли-оли-оли-оли-оли-оли-оли-оли. Кью может умереть. Кью умирает. И Пупи в итоге дабл-кил делает фэрфлайм просто. Какое, конечно, нелепое нападение от команды Аврора. Видите, тут, конечно, вообще... Ой-ой-ой. Да ладно, Ларинов убивает в соло. У нас Кардана ебаного. А как? Типа шестой Скрипай или что? А нет, просто с руки его. Ебать, Кардан насрал, конечно, себе в штаны. Ой-ой-ой. Кстати, знаете, мне кажется, вот я думал, типа, почему они взяли Сатаника. Сатаник же жил в Азии. Основное свое время. Ну, это, наверное, даже большую часть своей жизни. Так, сейчас Ларинов увидел у нас Бума. Ну, нормально, на самом деле, рун мудрости заберут. И они, ну, как бы, просто паблики играли вместе. И, конечно, они, как бы, понимают, кто он такой, так сказать. И, наверное, позвали именно поэтому его стенденить. Наверное, такая логика. Не, Алан вообще красавчик. Я ему желаю просто максимальных успехов в компетенции. С механикой у него все в порядке. На своих героях он знает, что делать. Не пропадет. Ну, как будто бы этого мало именно, чтобы в компетенции побеждать, да? Вон, у Киритыча восьмой ранг. Что-то ему не особо это помогает. Хотя, если так подумать, вот, блядь, вот тоже, типа, как бы, Сатаник. Вот для тех же Virtus.Pro был бы получше, по моему пониманию. Чем Киритыч. Без обид для Киритыча. Потому что Киритыч, конечно, исполняет такие танцы, блядь. Такие танцы никто, кроме него, и не исполнит. Ну, я думаю, там, в Татаниках хуй выкупишь, ребят. Я думаю, там, Диман, Корбан, ну, как, ну, как, я думаю, он его не отдаст просто так. И такой, это важный ресурс, понимаете? Что если я Тора в какой-то момент уже... Ну, короче, это ги-мини, я Тора, понимаете? Вот. Кто смотрел фильм с Уиллом Смитом? Это ги-мини, я Тора. То есть, как бы, такой-такой актив, такой ресурс лучше не отдавать. Каким-то там, да, как бы, другим командам. Тут, как бы, стратегический план от Дмитрия Корбана. Вы думаете, он просто так в Call of Duty немцев стреляет в 3 часа ночи? Герой войны. Ветеран. Саня, если игроку в команде не дают уйти в другую, он спецом руинит. Его же кикнут, он спокойно идет, как проагент. Ну, не. Его посадят на банку, будут платить ему уменьшенную зарплату и накажут за его воебоны просто. Вот и все. Вспомни, ну, ты, походу, не был. Не смотрел, не следил, точнее, еще за Дотой, когда была ситуация с ГПК в Гамбит. Грубо говоря, те нынешний состав Бэтбум, до этого были команды Virtus.pro. И, ну, как бы, грубо говоря, Егор, эпилептик нынешний Nightfall, с Сейвом очень давно хотели с ГПК вместе играть. Но у них, ну, и кикнуть и фэна, нахуй. Вот. И, ну, у них, получается, ну, они этого не могли сделать, потому что ГПК был связан контрактом с Гамбит. И даже несмотря на то, что у них были ресурсы на его выкуп, Гамбит заломили за него цену. Ну, типа, там, неадекватную вообще. Там, что ли, не, блядь, не полмиллиона долларов, что-то такое слышал. Естественно, им никто за него такие деньги не собирался платить. Вот. И ГПК сказал, типа, что-то там, я не буду играть. Его посадили на банку. И в итоге, блядь, ну, он просто сидел, а потом вернулся, ну, чтобы хоть как-то в Доту играть. Они ему просто сказали, типа, чувак, окей, будешь до конца контракта, там, год с чем-то, просто, блядь, сидеть на банке. Типа, разве это хорошо? Это, на самом деле, уж лучше, как бы, хоть где-то играть с кем-то, чем просто сидеть на банке. Вот. Поэтому нужно очень хорошо думать несколько раз о том, какие контракты ты подписываешь, и с кем, и на каких условиях. Смог, нажали, кристалис. Хороший пиков. Даже не пожалел ульт, на самом деле, красавец. На пангам. Хотел пошутить, когда они в миде сдохли, что берите пример с морфа, вот он не летит в такие хуёвые драки. Но потом подумал, что вы не просекеете сарказм, и найдутся клоуны. А, бля, нахуй ты ему тогда говорил? ТП нажимали. Уйдёт, уйдёт? Ебать. Хорош, хорош. Да, вот чему у Алана можно поучиться, так это его паттерном фарма. Вот. Но зачитает ли он такой смог? Потому что такой смог в меме не нажмут. Ай-яй-яй, они идут на Ларинов, Ларинов. В итоге Ларинов умирает 100%. Хороший смог от ПП. Знаете, забавно, что на что они могут здесь надеяться, так это на то, что Сатаник просто затащит. И всё. Потому что 23 Северч не затащил бы такую катку, а вот Сатаник может затащить такую катку. Ну вот видите, что проблема тут, конечно, ещё есть Монки Кинг. Монки Кинг. Так. Который более активный на Джабса напали. Успел нажать Стампит. Ой-ой-ой, хороший рор. Не дали продлить по Пупею. Пупея в итоге выходит. Нет, добьёт его здесь у нас Морф. Морф, 20 сиков. Можно превратиться в Кардана Ебанова. Так. Ульту нажмёт у нас, Аллан? И второй спелл. Нет? Пытается выйти. Ульту и второй спелл. Да? Очень поздно. Очень поздно. Пока без шансов. Пока Пупич просто овнет. Интересно, кстати, да? Нестандартный повис. Антививер, да? Наверное, какой-то такой моментик. Ах, Пу всё-таки молодец, да? Как-то нестандартный шаблонный мыслит. Не просто так, как говорится, топ-3н-та. В трёмнадцатом году брал Пупей. Без лассо. Ларинов. Ульта КД. Пупей пытается добить. Урона не хватает. Есть Глимс. Можно попробовать убить его Глимсом. Оле. Убивает его Глимсом. Кардан разменяет его. И на самом деле выжил по Галер. Это самое важное. Хороший размен. Просто пятёрки разменялись друг с другом. Я что хотел сказать, вот перед тем, как драка началась, что на самом деле Манки Кинг безумно активный керри. И вот сейчас он купил Глейпнер. И вот он во всех драках участвует. И это проблема. Даже если условно у морфа будет много, всё равно он не такой полезный в тимфайте, как Манки Кинг, который нажмёт Глейпнер и Орен. То есть здесь морфу нужно как минимум до Ханды фармить. А мне кажется, до Ханды здесь уже Сикрет может беззакое преимущество набрать. В Боте видели Сатаника. Бегут на него. Сейчас могут попробовать его здесь убить. Но у него линька. Его не так просто подцепить. Но линьку здесь можно сбить каким-то иулом. Но есть Глейпнер. И, кстати, здесь Глейпнер. Кристаллис может дать Глейпнер. Продлить после этого палкой. Потом сбить линьку и уулом. Поднять как фу. Потом и даётся рор. Но не успевает дать рор бум. Нажимается стампит и выходит у нас в итоге. Знаете, в чём была проблема? В том, что он Глейпнер не нажал. То есть чел всё это время просто Глейпнер не нажал. Или его топорами сбили, я не увидел. Так, смотрим. Стан. Да, а, он его сбил пилой. Да, он умирал здесь 100%. Просто кардан ебаный. Подруинил немного. Везёт Сатанику уже второй раз. Здесь рор не нажали в него. Здесь в него рор не нажали. Из-за микро ошибок. Видите, после Кириточа. Вот это благословлённый человек для игры в Доту 2. А Кириточ проклят. Ничего не поделать, как бы. Тут нужно точно к гадалке идти. Узнавать, как говорится, кому дорогу перешёл. Но это всё шутки, естественно. Ну что, есть манта. Надо ждать Ханду. Так. Ой, Кристаллист. Решил добить Т2. Будут пытаться его наказывать. И у них получится это сделать. Ещё можно убить Даху. Тоже умирает. Круто, круто, на самом деле. Для Авроры этот моментик. Может, сразу Рошана выйти убить? Го-го-го. Просто Рошана, просто на скорость. Да, бегут Рошана бить. 36 секунд у них есть. Вир, пошёл ревелить. Да нет, уж Сикрет даже не дефует. Понимают, что нет шансов. Просто максимально пытаются здесь выформить, насколько это возможно. Карту. И всё. Посмотрим, как будет получится 5 на 5 драться. Так. Ах, фу. Ой-ёй-ёй. Есть у него Шикучий. Он просто выходит. Так. Здесь драка у нас. Джабсы напали, убили. БКБ у него КД. Будут бежать ещё и за Олей. У Оли нет Ресов. Там есть ИУ. Если что, он уже отсюда вряд ли куда-то уйдёт. Хотя. Прилетает Кью. Сатаник подходит в спину. Сейчас можно развернуть их. Пупей очень больно. Пупей умирает. Просто от Пангольера поднимает. У нас здесь ещё и Бума. Сатаник. Сатаник. На Бумах нужен какой-то дэмэдж. Дэмэдж дайте какой-нибудь. Бегут за ху. Ой-ёй-ёй. Ой. Ой, Бум. Ну ты чё, ёптель-моптель, нахуй. Ёптель-моптель, Бумчик. Ну куда ты даёшь террор-то свой? Ой, как же много живёт. Конечно, это бессмассивно. Но он не уйдёт отсюда никуда. Шикарно, конечно. Я хочу посмотреть от его лица. Он просто ран... Ой, я понял, что он хотел. Он хотел МС забустить просто. Он специально дал в иллюзию рор, чтобы запустить МС в себе. И оттолкнуть Морфа. Короче, там Рубик сбил линку, и он мог в настоящего нажать. Но у него в голове уже был план. А Рубик сбил линку, как я понимаю, молча. Плюс он как бы китаец, или кто он там? Он, скорее всего, вряд ли там с... Хотя он уже там давно их тренер, значит, по-любому английский знает. Он сбил линку молча, а у Челла уже в голове был план оттолкнуть, типа, иллюзию. А, птица сбила, да? А, ну то, блядь, тогда он вообще дурак, нет? Нет, 43 голды, все, уже есть Ханда. Ну, слушайте, я сейчас вообще прям пик формы для Морфа. Ему прям сейчас нужно идти просто их изничтожать. Ну, что я могу сказать? Сатаник играет идеально эту игру. Его два раза простили из-за ошибок индивидуальных игроков Сикрет. Но, просто пока что и... 23 севера бы никогда в жизни бы такой перфоманс не выдал. Вот что я могу сказать. Бегут, кстати, Сикрет уже вокруг Миды играть. Купей здесь, кстати, скипает пачку. Пытаются подзажать здесь немножко карту. Так, в Миде можно драться, нужно помочь Ларинову. Пошел Стампид. Так, отличный ульт от Оли. Ларинов умирает. Ну, здесь никак, конечно. Джавс просто вынужден убежать. Сатаник вейв назад. И да, тут просто ужасный файт. Просто ужасный файт. Ну, Сикрет, как я понимаю, пойдут хайграунд форсить. Ну, это самый худший, на самом деле, расклад. Если убивают панга. Потому что... Ну, вот так вот. И драка начинается. БКБ нету. Пошли хэгэ, вывели глиф. Арена 50. БКБ тоже КД. Рор КД. Да, я думаю, что... Ну, Т3 максимум и отойти. Ой, еще в это время кьюб, кстати, скипнул. Да ладно. Ой, ну зачем он остался? Здесь еще Станкин Тавра, Урубика, Украуши Кучи. Продолжат пушить, что ли? Ну, 30 секунд БКБ. Мне кажется, это руины, если они продолжат пушить. 100% руины. Так, напад... Кардаан. Ой, хорошо, джабс стопнул. Но у него БКБ 10 секунд. Может быть, подождать стоило перед тем, как это делать? Очень странное решение, если честно. БКБ было КД. Могли бы 10 секунд подождать. Они же бы не сломали бы сторону никак вообще. Пока что, конечно, десижн-мейкинг, как обычно, у Купея на уровне. В отличие от его энеми. Одна тычка до варда поднимал. Ой-ой-ой, Пангольер. Пангольер опять плотал. Ой, хорошо, на самом деле, с Ивану Лоли его ультимейтом. Здесь же жуки, жуки по пятерым. Просто жуки по пятерым. Лоринов пошел кататься. Пошла арена. Пытается выйти у нас Морф из арены. Ой, ну он прям в арену закатывается и в Рор. Ну почему он не думает о том... Ну не думает об этом, вообще не думает. Абсолютно не думает об этом. Кью ловит лассо. Просто... Они просто развалились в один момент по одному. И все. А в Рорах просто по одному развалились. Так. Вернули. Все, теперь можно сберстить Манки Кинга. Все, пошел Сатаник на разъеб. Нужно догонять. Но только не Тимбера. Ты же не убьешь Тимбера. Нужно бежать за другими героями. Пупей пытается выйти. Очень сильно кайтит Джабса. И выходит в итоге на телепорте. С Ивову очень играет Сатаник. Как в матчмейкинге, если честно. Но и... Это нормально для Стендина. Вот что я могу сказать. То есть когда ты Стендин, то ты и должен так играть. Тут... Тут вообще он лучше всех играет. Тут пока вообще ноль ошибок от него. Он просто пытается не овердайвить. Просто не умирать. Чтобы у него был всегда Хайнет Ворс. И просто на ошибки врага кого-то поймать. Такой самый стандартный своего вейплей. Да и рисковать на самом деле ради какой-то Авроры тоже не имеет смысла. Вот есть Стендин, да. Нужно выделиться просто с более лучшей стороны. Чтобы Бальчик, так сказать, себе зачелся. Но вот сама Аврора, как будто бы остальные 4 игрока должны намного лучше себя показывать. Секрет. Нажимают смок без битрайдера, который обычно, кстати, должен быть в смоке и нажимать лассо. Но он фармил лесочек. Так, пошла Монта. Смотрим Vision Radiant. Видят, видят, видят. Дерево, блядь, бегает, нет? Да, мигают на него. Так, дерево бегает. Ну ты дал поюб! Ну я не могу тебя просто. Ты что? Тебе ж помигали. Это что? Боже мой. На что я трачу свою драгоценную жизнь? Смотреть за такими... Ой, пиздец, не могу нахуй. Помигали даже. Помигали. Стоит нахуй. Ты не дерево, блядь. Ты кентавр. Получелек, полуконь, блядь. Да в смысле... Ай, он же прям на дерево мигал. В смоке было дерево? Ладно, тогда извиняюсь. Просто он помигал прям на дерево, я подумал, что он разревелился. Все, my bad, my bad. Джабс, приношу извинения официальные. Кстати, не было эффекта смока как будто бы на этом дереве. Бля, им нельзя так бить. Им нельзя так бить Рошана, Рэзиант. Надо выйти. Май, им пизда. Ну им нельзя так бить Рошана. Морф уже по УХП, он не сможет драться. Ой, ну кто принимает это решение у них? Бля, какая глупость. Так, бет. БКБ, морф нажимает. Бет очень много времени выигрывает. Нужно бета добить. Бет умирает. Не, ну морф не может драться. Он перекачан. На, пиздец. Ну кто, кто, кто это колит у них? Это, это, кто, кто это колит, он не тут. Типа нет смысла. Ну как бы, во-первых, ты не добьешь Рошана, потому что, ну, секреты под тобой, они тебе этого не дадут. В-третьих, ты делаешь ситуацию, где им суперидеально легко нажать все кнопки. В-четвертых, морф просто не может потом драться. Потому что он фул перекачан. Из-за того, что его постоянно бьет Рошан, у него нет лайфстила. И кидает пилу в Тиндерсоу. Даже если вы, типа, найдете нормфайт, что очень, ну, во что очень слабо верится, потому что... Короче, секрет, секрет 2-0, ребят. Ну, тут забейте. Разный уровень. Пупей слишком хорош в макро. Кристаллис, ультимейт. Такой, немножко на зазонку. Просто пытаются бить. Кристаллис на МК настолько легенда, что в матче за вылет ему его купей ферспикать. Купей знает, так сказать, секреты. Бытия. Выбили ультпанга, и можно, на самом деле, заходить просто после этого. Насколько вот именно по макро сильнее секреты? Вот прям просто жесть. Вот прям браво. Вот просто смоки, моменты, где драться, как драться, вижен. Вот, бля, купей просто вот реально машина. Величайший игрок вообще. Знают обо всем у нас секреты. Но с Аигисом, теоретически, Кристаллис может затаять, ну, затаять. Так, Джабс нашел двух коров. Бум подставился, и закрыли их, на самом деле. Блин, на урон-то они найдут. Кинг, Кинг пошел на раздачу. Но Пупей контролит, увозит его из файта. А это единственный герой, который наносит урон. И в итоге не может Морф драться. Потому что его просто с Дизейблили. Кристаллис пошел один на один драться. Но тут перекачанный Морф, 5000 хп, он не сможет ничего сделать. В итоге он превращается в Манки Кинга, просто выпрыгивает. За это время Джабса убили. Джабс с Байбеком. Ну как же Пупей хорошо сыграл. Выждал, выждал свой момент. Он понимает, что просто сколько бы они не Дизейблили, если Морф не будет бить, урона не будет. Поэтому он просто его увез из файта и все. Но тут уже, да, вот как бы, как я и говорил, важен был, важен был тот самый, знаете, вот этот момент, где они должны были тогда идти. Когда у Морфа была вот эта Фасханда и так далее. Когда он уже мог реально там всех убить. Но тут та смерть Ларинова, опять же, тот шикарнейший просто смог от Купе и все повлияло. Так, Кристаллис. Окей, выбили мой Егис. Есть еще Арена. Это последняя сторона. Возвращает его, пошло БКБ. Ой, какой шикарный просто. Подождите, мне показалось. Мне почему-то показалось, что он Лосов двоих дал. Умирает без ББ Коморф. А, это Палка была. Я понял. Ебать, он в ловкость перекачался. Просто мне показалось, что Морф умер, потому что он в Лосо. А на самом деле он просто... Просто в ловкость перекачался. Я что-то думаю, как Пупе безогонимо в двоих Лосо нажал? Он его испугал, что ли, просто? Все, отмена. Оставляем Кирид еще, правильно? Не, ну Пупе просто... Вообще... Блять, почему вот... Почему? Как вот они не застакались с Мирком каким-то? Ну как так вышло? Почему у него на миде кардан? В оффлейне бум? Как бы кристаллистый... Ну как это вот? И это все работает. Скучноватая игра была. В общем, он с Татаникой на 23-й. Ну ему надо было улететь в Таиланд. Может, какие-то семейные проблемы, я не знаю. Может быть, виза закончилась по ошибке менеджмента. Без понятия. Может, кто в чате знает. Александр Левин, Александр Левин.